На прошлой неделе в зале администрации района состоялась очередная сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В работе сессии принимали участие глава района Заур Хамирзов, исполняющий обязанности прокурора Кашхабльского района Мурат Хакуй, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, начальники управления и заведующие отделами администрации района главы сельских поселений. На повестку дня было вынесено 9 вопросов. Свою работу депутаты начали с рассмотрения отчета межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский о деятельности отдела за 2016 год. По данному вопросу выступил начальник отдела Анзаур Гишев. Так, по итогам работы за 12 месяцев 2016 года, в соответствии с требованиями приказа МВД России номер 1040 от 2013 года, результативность межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский составила 64,46 баллов. Это второй показатель среди территориальных отделов при средней взвешенной оценке 59,59 по республике. На территории МВД России Кашхабльский в 2016 году зарегистрировано 204 преступления. Произошло увеличение количества раскрытых преступлений. Так, в отчетном периоде было раскрыто и направлено на суд 172 преступления. Раскрываемость преступлений составила 83%. Преступления, совершенные несовершеннолетними на территории отдела, зарегистрированы 7. В 2015 году несовершеннолетними было совершено 10 преступлений. То есть мы видим тенденцию на снижение. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, снизилось на 31,7%. Таких преступлений в отчетном периоде было выявлено 43. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано преступление, совершенных лицами данной категории 63 преступления. Совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения составило 61 преступление. За аналогичный период 2015 года было зафиксировано 37 преступлений. Хотелось бы добавить, что в 2016 году таких тяжких преступлений, как убийство на территории района, зафиксировано не было. Второй вопрос о работе Управления культуры муниципального образования Кашхабльский район был включен в повестку по инициативе главы района. Перед депутатами отчитался начальник управления Рауф Хуре. В 2016 году в районе функционировало 127 клубных формирований, в них участников 1980 человека. Работа учреждений культурно-гасового типа на организации составленной культурной деятельности групп населения осталась на прежнем уровне, с небольшим увеличением показателей. В районе 7 творческих коллективов вносят звание народных, звание образцов вносит церковая студия рейтм. Работники культуры района принимают участие в прошлом году во многих мероприятиях и добились неплохих результатов. Я коротко перечислился основные мероприятия. Творческий коллектив сельского дома культуры села Натербаван занял второе место в региональном конкурсе «Лучший дом культуры». В городе Лабинске Краснодарского края прошел второй всекубанский фестиваль-конкурс «Патрифония Сердец». Наши дети приняли самое активное участие в этом мероприятии. 11 человек стали лауреатами третьей степени, двое лауреатами второй степени в своих номинациях. В городе Краснодаре прошел международный музыкант и танцевальный конкурс «Брависсимо». Один человек стал лауреатом третьей степени, пять человек получили дипломы второй и третьей степени. Международный конкурс «Алая паруса. Одна наша девочка и мы, Кавамадина, стала лауреатом первой степени». В Майкопе в прошлом году проводился международный фестиваль исполнительной национальной гармоники памяти выдающегося гармониста Кима Трицырука. Ученик нашей Кашкабыцкой дешейху в Сорокове прекрасно себя показал и стал лауреатом первой степени. В Майкопе прошел восьмой международный фестиваль-конкурс «Звездочка Адивея» – это ежегодные мероприятия. Лауреатами первой степени стали три человека, второй и третьей степени – шесть человек, проходящих культуры района. По результатам, в всероссийском конкурсе рисунка и прикладного творчества под таким своеобразным названием «Ихтиандр» или «Кто живет в воде» приняли участие наши дети. И по результатам этого конкурса лауреатами первой степени стал один человек, второй степени – один человек и двое стали лауреатами третьей степени. В рамках федеральной целевой программы «Культура России» мы подали заявку. Глава администрации одобрил нам от нашего района сумму в 400 тысяч рублей. Мои коллеги довольно грамотно приготовили документы и нам посчастливилось. Район – 400 тысяч, республика – 400 тысяч и федеральный центр тоже 400 тысяч. На эти деньги мы приобрели 240 штук новеньких студий, в которых нам привезли из Краснодара, столы офисные, шкафы, студия, тумбы. Была проведена закупка одежды сцены за 200 тысяч рублей. Приобретена оргтехника, закуплена ответительная система концертного зала. На сессии были рассмотрены все остальные вопросы, по которым вынесено положительное решение.